Мы вчера с малышами моими раскрашивали вот это яичко. Это в садике младшему дали такую заготовочку. Заготовочка уже заведомо была оранжевого цвета, и нужно было на ней нарисовать рисуночек. Вот то, что у нас получилось. Выбрали самый простой рисуночек, посмотрели в интернете, что вообще можно нарисовать. У нас, конечно, получился просто шедевр. Травка, цветочки, и маленький сказал мне, что сверху должно быть солнышко. Вот оно у нас, солнышко. Лучше бы, мне кажется, дали раскрашивать простые яйца. То есть сказали бы сварить яйцо, раскрасть его. На белом получилось бы гораздо красивее. И на яйце по текстуре получилось бы красивее, чем на этой штуке, как мне кажется. Но оранжевый еще. То есть краски все получаются не тех цветов, которые нужны. Оранжевые краски и желтые ничего не нарисуешь, так как не особо их видно. Вот. Такое вот яйцо у нас получилось. С наступающими всех праздниками! Привет! Привет! У нас сегодня, короче, штурмовое предупреждение. Порыв и ветер, но я иду. И вот так вот. Хорошо, что меня еще не сносит. Но меня не сносит. Если очень сильный ветер, то я прячусь где-нибудь стоящими машинами. Такие вот дела. Эх, надеюсь, хоть потеплеет после этого штурмового ветра. Иду после работы. Сейчас пойду на почту. Нужно отправить одну посылку. Точнее, она не моя, а посылка мужа. Мы тут решили продать все, что у нас есть лишнего. Различные объективы, которые не используются для съемки уже давно. Ну и, соответственно, различные торговые оборудования, которые у нас есть на отделе. Отдел мы закрываем. Тоже все продавали там, что только можно. Вот. Остаемся безо всего. Буквально. Где-то сирена гудит. И вроде такая странная какая-то. И скорая вроде. Или пожарная. Может, из-за ветра как раз она и гудит. Может, и не гудит. Все. Прошло все. У меня с 13 июня будет отпуск. Аж на целых две недели. И я очень хочу, точнее. Я мечтаю. И мечтаю я о том, чтобы отправились мы с мужем в путешествие на машине куда-нибудь в Крым или, не знаю, еще куда-нибудь на юг. Все-таки это оказались пожарщики. И они поехали на почту. Точнее туда, где почта располнила. Наверное, там уже... Вообще, ветер такой, реально. Интересные дела. Теперь тут только и ездят пожарные машины. Я в ту сторону шла. Пожарная машина выезжала. Тут еле-еле теперь вторая. Они решили... Вау! Вот так. Пришли этот дом обследовать, наверное, двор. Возможность тут прохождения больших машин. Удачно я зашла на почту. Прибежала, там вообще никого не было. Самая первая была за мной. Уже там люди потом занимали очередь. И мне даже вообще очень удачно то, что отправили посылку в моей коробке. И вообще очень удачно то, что девушка, которая сегодня на почте была, была очень любезна со мной. В общем, крайне мега удачный день. И я иду за детьми в садик. Забирать их. Как хорошо на улице. Теплота. И ветра уже такого не стало. Сумасшедшего. А вот тут же новый забор школы, которого я до этого видео вам показывала. И его теперь приходится обходить. Раньше вон там, здесь точнее прямо был проход к садику. А теперь мне нужно вон-то доходить, где колеса лежат посередине. И обходить его, чтобы к садику пройти. А то по-другому получается все очень неудобно. По-другому мне вообще надо еще всю школу обходить. С той, вот да, с той стороны или с другой. А я с почты, мне вообще чуть неудобно. Получается. Вот, теперь я иду обратно. И за школой я иду к детскому садику. Спасибо. Спасибо. Существует. Продолжение следует...